Доброе утро! Ну, это вокальный ансамбль состоит из учащихся Гродненского государственного колледжа искусств. Срок обучения 4 года. Набираем курс и набирается, соответственно, вокальный ансамбль «Роскоша». Перед вами выпускники разных годов. Настенька у нас свеженькая, 20-й год. И Алена, 11-й год выпуска. Расскажите, а какие песни вы исполняете? Репертуар разнообразный. И дело в том, что курс на курс не приходится. Приходят ребята, ты смотришь. Во-первых, по составу. Бывает, что одни девушки в коллективе. Бывает, что, вот как на сегодняшний день, у меня один молодой человек, достаточно харизматичный. И отсюда уже тоже подбирается какая-то программа. И работаем на результат. А вот бывало ли такое, чтобы в коллективе были только мужчины? Конечно. В 2011 году у меня был такой коллектив, ансамбль «Госары». Он состоял из одних ребят. И, в общем-то, ребята сейчас все достаточно в городе востребованы. Григорий Лавыш, который был солистом ансамбля «Госары». Он работает в Гродненской областной филармонии. Андрей Григорьев. Это все, наверное, известные фамилии для нашего Гродна и не только Гродна. Скажите, кого сложнее готовить? Мальчиков или девочек? Вы знаете, что вообще работа всегда очень интересная с ансамблем. Вне зависимости. Но с ребятами сложнее в том плане, что энергетика. Мужская энергетика. Когда их 8, например, человек, они начинают петь, срабатывают их резонаторы, и такое чувство, что тебя уносят куда-то ветром. Сложная работа. И после репетиции всегда эмоционально сложно. Но с ними проще, потому что девушки бывают капризные. Всяко-разно. Это всегда так. А с ребятами все-таки это ребята. А вот какие у вас требования к студентам вашим? Требования? Ну, я все время говорю одну и ту же фразу, наверное. Театр начинается с вешалки, а коллектив с дисциплины. То есть вы строгая? Строгая? Вы знаете, вы, наверное, спросите, да, у девушек. А как это проявляется? Ну, это всегда очень ответственное отношение к своему делу. Именно так Татьяну Викторовну можно охарактеризовать. И в процессе обучения мы всегда очень боялись. Вокального ансамбля в хорошем смысле, потому что там реально была всегда дисциплина. И мы всегда очень были ответственны за партии, за то, чтобы все было готово и слажено. И структура вообще проведения этого предмета была в том, чтобы каждый был подготовлен. И только затем уже будет коллектив. А что вы можете вспомнить из своего периода обучения? Ну, самое яркое, наверное, воспоминание из колледжа – это наша поездка в Болгарию на конкурс. Мы тогда еще были очень юны и очень впечатлительны. И это был, правда, очень большой масштаб для того времени, поскольку это был второй курс. Да, это был второй курс. Могу немножко Настю подхватить. Это был второй курс. И был шикарный просто конкурс. Он проводился от Министерства культуры Болгарии. Телевизия «София» – это я уже говорю как бы по-болгарски. Телевидение «София» было. Все было очень серьезно. Конкурс проходил в три дня. И особенно переживательный был момент третьего дня, когда мы участвовали в конкурсе. Конкурс назывался «Малешева пие и танцува». И ансамбль «Роскоша» привез гран-при. Даже так? Это классно, на самом деле. Это было неожиданно, потому что девушки были, конечно, юны. Еще коллектив не был в той форме, в которой он должен быть. И, ну, логически он всегда на четвертом курсе становится уже таким коллективом, как положено, профессиональным. И обида всегда в том, что вот только они запели, только они могут. И все пути им открыты, но они уходят и приходят. Следующие, новые, маленькие. А вы расскажите, как у вас проходило обучение? Обучение проходило замечательно. С таким педагогом оно не может быть по-другому. Ранее говорили, что педагог был строгий, но я скажу, что очень справедливо строгий. Запоминающий был момент для меня, наверное, госэкзамены, подготовка, номера очень яркие, лично в моем курсе. Да, потому что Алена, во-первых, солистка была моего ансамбля. Ее боженька поцеловал в рубик. Она обладает просто неимоверными голосовыми данными, поэтому она была солисткой. На нее ложилась большая ответственность на государственном экзамене. А если говорить вообще в целом об ансамбле, какая роль каждого участника? Ну, у каждого своя партия, допустим, есть. Какая-то роль в номере. Вы как педагог, как распределяете роли? Есть ли какой-то механизм, чтобы вот каждому участнику выделить свое место в ансамбле? Я работаю с ансамблями на протяжении 21 года. И с большой уверенностью могу сказать, что в ансамбле солистами не все могут быть. Могут быть только те, кому это предназначено. Понимаете? Это и по вокальным данным, и по слуховым данным. Например, вот если мы берем Алену Филиппович, все что угодно там, допустим, могло быть, но человек, допустим, никогда не пел грязно, никогда не пел фальшиво. Шикарные голосовые данные. То есть по этим критериям ты отбираешь солиста. Так же, как и Настя Бондаревич, она тоже солистка моего вокального ансамбля. Все не могут солировать. Кто-то может хорошо держать партию, у кого-то развит хорошо гармонический слух, ну а кто-то солист. А вот какие мероприятия, помимо Болгарии, вы еще посещали? Вы знаете, что большое количество конкурсов, всеразличных мероприятий, копилка наград, конкурсов, концертов, она огромная. Но вот я хочу конкретно сказать о этом предстоящем выпуске, четвертом курсе, который у меня сейчас ансамбль роскоша. У нас есть большие планы. У нас предстоит поездка в Москву на телевизионный эстрадный конкурс. Называется «Гродно. Москва. Транзит». Летом мы прошли отборочный тур и собираемся посетить Москву. А еще самое главное в планах на сегодняшний день уже у нас стартовал арт-проект «Саксофониана». Это большое событие не только для Гродненского государственного колледжа искусств, но и для всего города. Что касается лично меня, я это мероприятие всегда жду. Мы тесно сотрудничаем с Сергеем Антоновичем. Ансамбль роскоша каждый раз принимает участие. В этом году мы вообще будем исполнять две композиции с оркестром. Это колоссальный опыт для учащихся. Потому что, ну, хорошо петь под фонограмму, а когда ты работаешь под живой состав, это совершенно другое. Скажите, а если говорить о наградах, какая для вас, для вашего ансамбля, самая значимая? Нету незначительных наград. Так нельзя говорить. И я также настраиваю студентов. Преподносить свое творчество нужно так, чтобы каждому человеку оно было по душе. Очень интересный подход. Надо взять себе обязательно на заметку. Скажите, а вообще в целых о достижениях вокального ансамбля вот за период вашей работы? Ну, очень много. Несметное количество конкурсов. И я вам хочу сказать, что... Ну, за последнее время могу сказать. Мы были два года назад в Могилеве. Мы забрали оттуда все самые возможные и невозможные награды. Ну, и сейчас наша задача номер один – это город Москва. И что я еще хочу сказать. Мне и моему ансамблю очень повезло. Потому что Вячеслав Федорович Селицкий нам делает постановку номера. И это дорогого стоит. Вот вы говорите, что очень много побеждаете. Скажите, в чем секрет? Как вы готовитесь к мероприятию? А секрета никакого нет. Я занимаюсь своим делом. Любимым. Я занимаюсь своей работой. Я не настраиваю учащихся, что мы за первым местом едем. Мы делаем свою работу. Я готовлю коллектив профессионально, качественно. Мы отрабатываем и предоставляем наш коллектив на суд жюри. И уже они будут решать. И то же самое, как с Москвой. Мы готовимся. Мы готовимся серьезно. А уже как нас воспримет московская публика. Это одному Богу известно. И мы просто стараемся сделать это хорошо. Мы знаем, что в исполнении песен вы сопровождаете хореографией. Расскажите, как возникла такая идея? Ну, такое видение у меня было всегда. И, в принципе, с самого-самого начала. Фактически с первого ансамбля. Как-то разнообразить, наверное. Да, я решила, что мой коллектив обязательно будет петь и танцевать. И если мы исполняем произведения даже акапелла, я все равно стараюсь какую-то театрализацию привнести. Вот, допустим, как и этот номер, который мы везем в Москву, опять же, он акапелла. Но мы его делаем с театральной точки зрения. А вот вы, как студенты, бывшие, скажите, было ли сложно петь одновременно и танцевать? Или для вас это уже вошло в норму? Ну, скажу о себе, что для меня это не было в новинку. Поскольку, когда я училась в Пинско-детской школе искусств, у нас тоже был коллектив. И мы очень активно танцевали и активно пели. Для меня это не было в новинку, поскольку меня этому приучали с детства. И я по-другому не видела себе коллектив. Поскольку это же эстрадный вокал все-таки. И в колледже искусства это, конечно, был другой уровень. То есть хореография становилась сложнее, партии сложнее. Но это интереснее, потому что мы же приходим за развитием в первую очередь. И Татьяне Викторовне за это спасибо. За это рвение к прекрасному. А вы? Для меня было в новинку. Но я скажу, что обязательно нужно ходить на хореографию. И ни в коем случае не пропускать. Потому что сейчас я работаю в коллективе, где много танцев. И мне это очень пригодилось. И, в принципе, постановки с танцами это всегда красиво и насыщенно. Поэтому надо привыкать, что делать. Ну, а мы хотели бы вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли. Рассказали очень много всего интересного. И мы бы хотели вам пожелать удачи в будущем. Да, успехов вам в Москве. Спасибо большое. Будем стараться. Ну, а мы напоминаем, что в студии у нас были Татьяна Стецкая, ее ученики, выпускники вокального ансамбля «Роскоша». Ну, а мы продолжаем. Не переключайтесь, у нас будет много интересного. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok